Здравствуйте, Роман! Добрый день! Роман, вчера установили памятник Солженицыну, тот человек, который ранее был антисоветчиком. Отсюда следующий вопрос. Почему в России у нас ставят такие памятники откровенно предателям Родины? И есть ли альтернатива тому же самому Солженицу, но уже более патриотичному характеру? Многих этот вопрос интересует, но при этом не все одинаково к этому относятся. Давайте разберемся. Для одних Солженицын это предатель Родины, и враг, враг народов, и т.д. С другой стороны, советская власть его так не назвала. Пускай это был поздний Советский Союз, тем не менее, такого статуса у него не было. Кроме того, не забывайте, что предатель советской власти и предатель Отечества, это вообще-то разные вещи. То есть, с точки зрения Советского Союза, я, например, против советской власти. Но я за Великое Отечество, за которое умирали наши предки. И вот этот тонкий момент является некой такой, если хотите, лазейкой для многих. Потому что они говорят, что мы против советской власти, но мы не против страны. И я, например, не очень помню, чтобы Солженицын... Я понимаю, что он писатель, у него там были пейзажные зарисовки, но я не слышал. Может, это было, и современники, может, мне подскажут в комментариях. Было такое, что он выступал за развал страны. Вот советской власти – да. А страны он выступал? Он говорил очень жесткие моменты по том, что США бомбили Советский Союз. Но, как я понимаю этот контекст, в контексте советской власти, я понимаю, что эти слова абсолютно предательски неприемлемы. Это да. Там была, насколько мне известно, когда он сидел в том самом ГУЛАГе, в ссылке, там была вскрыта переписка. Потом с кем-то он переписывался. И в том числе были планы о том, что... Ну, и порочила советскую власть, и были планы о том, чтобы... Хорошо бы, если бы на советскую власть и ее руководство падали американские бомбы и так далее, и так далее. То есть мы говорим о том, что писатель воспользовался пейзажными зарисовками. Еще раз говорю, я не сторонник этой идеи. Я лишь говорю, как это трактуют многие. Говорят о том, что человек был против советской власти, но не против Советского Союза. Еще раз говорю, я не хочу оправдывать Сложеницына. Я лишь говорю о том, что таких людей есть, таких людей очень много. Это люди, которых поддерживали США. Естественно, не делали наставку на тех, кто был против советской власти. Более того, у них есть потомки, которые сейчас находятся во власти. И эти потомки задумались, где дети Сложеницына. Вообще есть они или нет. Насколько я знаю, один из его детей, один из его потомков, сейчас топ-менеджер в российском отделении McKinsey. McKinsey – это консалтинговая компания, которая, по сути, управляет Москвой. Консультирует всю Москву. Строительство, дороги и так далее. То есть управляет финансовыми потоками Москвы. Ну, де-факто управляет финансовыми потоками Москвы. И, ну, они власть. Как вы против них пойдете? Ну, просто откровенно. Как? Для того, чтобы пойти против них, необходимо различным, ну, скажем так, силам, которые представляют альтернативный фронт, ну, назовем его патриотическим, нужно объединиться, превратиться в силу, и после этого в единую силу. И после этого отставить свою политику. Сейчас этой силы нету. Она разрознена. Вот, например, депутат Федоров регулярно предлагает объединяться. Мы в защите исторического наследия регулярно предлагаем объединяться. Что мы слушаем от Старикова? Нет, он будет делать свою партию и вообще не готов работать ни с НОДом, ни с Советом, ни с кем. Что мы слышим от других, там, якобы патриотов? Кто-то говорит, они, там, за Россию, против Советского Союза. Кто-то считает уже Украину и Беларусь, например, врагами, и отстаивают интерес исключительно России. Кто-то по каким-то другим причинам, скорее всего, своим личным, отказывается объединяться. Пока мы не превратимся в единую силу, наши, скажем так, явные оппоненты, они будут сильнее, потому что они консолидированные. Ну а что касается памятника, и то, что его открывал президент, то, что вы говорите, президент обязан опираться на все силы, которые есть в стране. Он президент всех россиян. И нас с вами, и потомков Суженицына, и Горбачеву, и всех остальных. Он президент всех. Он не может выбирать. Исходя из этого, нам необходимо объединяться в единый кулак, и после этого мы сможем противостоять установке различных памятников типа Суженицына. Кстати, более того, мы сможем продавливать установку и тех памятников, которых откровенно сейчас не хватает. Опять же, вы же сами говорили, в России не хватает памятников Сталина. Давайте поставим хоть один. Хорошо, ввиду того, что у таких людей большая поддержка на всех уровнях. На уровне государственной власти, на уровне общественных каких-то взаимоотношений. А что если в следующий раз, например, будут начинать, вот как Суженицына из предателя, выбив такого некого нейтрального персонажа, вроде бы как бы не враг, но против советской власти. Что если будет следующим таким персонажем такой человек, как Власов? Власову мы тоже будем вставить памятники и так же его обелять. Просто в конце концов это перейдет к тому, что мы обелим одну часть истории и зачерним другую. Так и будет Екатерина абсолютно правы. Да, если вот транспланировать на нынешнее время, да, появятся люди, они уже есть, которые не против, вон, Навального возьмите, чем он не Суженицын, не Власов в наше время, которые против Путина, но не против России. Я вас уверяю, если будет повторение 91-го года, если они победят, если они придут к власти, если придут к власти, соответственно, их дети, когда они будут править в маленькой московской княжестве, они дальше будут ставить памятники не только Суженицыну, но уже потомки Навального, вот ему там дочка, насколько я знаю, пошла по этой же пути, будут ставить памятники, например, Алексею Навальному, прям в самом центре Москвы. И президент того времени будет приходить на открытые правители памятника. Да, очевидно, это тот путь, который мы избрали. Но этот путь избрал народ России по одной простой причине. Потому что народ России и, в первую очередь, его патриотическое крыло не может объединиться. Каждый тянет одеяло на себя. Кто-то говорил, вспомните просто выборы, которые были в Государственном Думе. То есть, та же самая Единая Россия, как бы ее ни ругали, она пошла единым фронтом. Там КПРФ, ЛДПР, там даже справедливость в России, единым фронтом. Что сделал тот же самый самоназванный патриот Стариков? Говорит, нет, у меня партия ПВО, и мы пойдем подписи собирать. Говорят, так ты решай дела, иди в одну из партий. Не вступай в нее, от нее иди. Решай дела в рамках той власти, которая есть. Нет, ему это не надо. У него там своя песня. А ему предупреждали, что ни одного депутата не проведет. Он ни одного депутата не провел. То же самое с патриотами России. То же самое с Родиной, со многими другими партиями. То есть, устроили разлад в патриотическом крыле. То есть, когда их силы пошли единым кулаком, наши пошли расцепным строем. Но в результате их силы сильнее. Порошенко назвал провокацию в Керченском проливе началом войны. Прокомментируйте, пожалуйста. Вот эти слова президентского президента. Понятно, что Порошенко играет на руку американцам. И то, что он делает, это приводное ремень американцев. То есть, он их марионетка. Но здесь очень важный момент. Я действительно исключаю, что он может пойти войной. Причем пойти войной как на Донбасс, так и на Россию. Причем на Россию, как на полуостров Крым, так и в Вороншином, Ростовскую область. Понятно, что эту войну, которую он выиграть никогда не сможет. Но у него другая задача. Народ Украины выиграть не сможет. Но у него другая задача. У него задача выслуживаться перед американцами. И на самом деле, кстати, мне позволяет так рассуждать не то, что он сказал. Мало ли, что он говорит. Им нужно оправдывать в военное положение. Поэтому он сейчас вот эту ерунду и болтает. А мне это позволяет говорить то, что люди в России уже готовятся открыть ему дверь. Уже готовятся митинги в России, которые будут так встречать Порошенко, который пойдет на Москву. Заметьте, в эти выходные Подомарев, который сейчас, по-моему, в обезьяннике сидит, устраивает, он до этого подал заявки, устраивает акции по всей стране в поддержку действий Украины. В том числе в Керчи. И к нему присоединились уже всякие парнасы там и Навальный, кто хочешь. И опять же, заметьте, их силы консолидируются в единый день. Они, может, каждый по день, все слабы. Они каждый по день, все ничто. Но если они выйдут в единый день, их будет много. Ну, откровенно много. И во многих городах они могут выйти. И если получится так, что Порошенко пойдет войной, допустим, в субботу, а в воскресенье будут эти митинги встречать его в России, ну, знаете, у нас вообще-то источник власти народ. Вот те люди, которые выходят на эти митинги, это такой же электоральный право голос, как у меня, у вас, у любого из наших зрителей. Она обязана будет этому подчиниться. То, что есть такие диссиденты в России, это как бы второй вопрос. Откуда они взялись и как с ним бороться? Но сам факт, то, что назначен митинг на это воскресенье, дает право полагать, что реально Порошенко может пойти на войну. Может и не пойти. Ну, просто сил не хватит, побоится. Потому что, понятно, что с ним будет то же самое, что с Саакашвили. Если он там съест свой галстук и убежит, это, ну, как бы для него счастье. А может, и не успеет убежать. Наша, там, точка УЛИ, тем более, экскандр летит быстро. Но сама суть. Видно, как сейчас готовится ситуация и внутри России, и, что самое главное, на Украине. И делают это США. Спасибо. Спасибо вам.